всем привет с вами аня и вы на канале нюта хендмейт в этом видео я хотела бы рассказать вам о своем новом старте я начинаю новый сэмплер немножко у меня пошло не по плану что я имею в виду хотела показать сначала покупки а потом уже начало этого сэмплера но я что-то никак не могу собраться с мыслями собрать все наборы и схемы которые я приобрела за осень конец лета и в общем пока затягивается это видео поэтому давайте смотреть сэмплер в этих покупках был вот такой вот сэмплер нэнси кэссал 1841 года репродукция от компании not for gotham этот сэмплер он у меня вызывает какой-то какой-то трепет потому что отлично будет сочетаться с предыдущим моим сэмплером от queen stone semplers designs кто не знает посмотрите предыдущее видео я недавно закончила большой сэмплер с розами и вот этот виноградный сэмплер как я его называю он как нельзя лучше подойдет в пару хотя я принципе что называется не серийный не серийная вышивающийся я не люблю чтобы сюжеты именно были в паре или висели в одинаковых рамочках или на одинаковых основах у меня наоборот я не очень это люблю а мне нравится разнообразие такая эклектика поэтому просто когда увидела я влюбилась в бордюр я люблю интересные бордюры в сэмплерах и здесь посмотрите какие виноград какая виноградная лоза с виноградинками ой это вообще сейчас поближе подведу посмотрите какие милые виноградинки здоровский сэмплер увидела я его в покупках ой елены винтер или она тебе большой привет и спасибо за вдохновение вот этого сэмплера поэтому заказала нашла и сразу начинаю уже его вышивать дождалась посылочки с 123 стич нитками ниточки я заказывала частично по ключу частично нет у нас не оказалось шелковой нити ни одной ниточки этой ну когда я искала поэтому я заказывала на 123 это был по моему у меня первый заказ нет 2 2 1 заказ у меня шел три месяца не два с половиной наверное месяца у меня шел заказ вот не могу вспомнить и я так немножко напугалась а потом уже второй заказ пришел меньше месяца вот с нитками как раз какие здесь ниточки нам предлагаются только ручного окрашивания это джентл артс и классик color box да как я поняла я увидела что есть наличие ниточка самое главное мне кажется которые нитки которые делают этот сэмплер именно вот таким это зеленая нитка с переходами видны они на превью эти переходы и виноград меня вот два критерия было если я найду эти две нитки все я уже сэмплер можно сказать собран и действительно они не эти две ниточки были в наличии остальных трех не было не было двух бежевых и не было вот этого светлого которая в букете наверное розочка тоже но мне помогли подобрать в других нитках ручного окрашивания очень подобные нитки это подбор был в xd box я решила их заказать на там тоже целая история но сначала давайте я вам покажу основы на которые я буду вышивать этот сэмплер к этому сэмплеру я основательно подготовилась поэтому решила красить основу сама взяла ли он 28 к каунта кэшел и решила покрасить его натуральными красителями взяла куркуму и взяла черный чай почему-то я думала что именно эти два красителя мне понадобятся потому что ну наверное потому что сама основа немножко видите желтоватая да и кое-где есть коричневые разводы наверно этим я и руководствовалась при выборе красителя что я сделала с первым кусочком я его жирно конечно насыпала куркумы и он у меня стал очень-очень желтый потом я решила спасать ситуацию и окунула этот отрез в черный чай и у меня все получилось а именно отрез получился знаете какого цвета он такой горчично коричневый очень приятный оттенок я даже рада такому оттенку но понимаю что сюда он вообще не по не подходит здесь основа светлая и именно этого эффекта я и хочу добиться этот отрез у меня никуда не не будет лежать это сто процентов потому что есть еще один сэмплер который я наверное тоже скором времени начну именно на нем поэтому хорошо что у меня именно таким и получился здорово следующий отрез я уже куркумы добавила мало и затонировала тоже чая не таким крепким в принципе вот этот оттенок уже поближе хотя камера немного искажает он передается вам более темным наверное чем он есть на самом деле вот но не совсем конечно как на превью но пока остановлюсь на этом цвете попробую как у меня пойдет и уже дальше буду думать что же делать давайте посмотрим нитки которые ко мне приехали ниточек у меня не так уж и много здесь по ключу всего лишь по моему 6 до 6 нитей джентл арт и один одна ниточка классер classic color box здесь конечно нитки были заказаны именно именно для того чтобы я хотела по ключу вышивать виноград обязательно мне хотелось узнать каким же цветом предполагался вышивка именно винограда на репродукции и зеленый цвет потому что я вижу что переход есть и он очень очень нежный этот переход поэтому когда увидела что эти две ниточки есть наличие на 123 сразу же заказала давайте постепенно потихоньку первая ниточка зеленую давайте посмотрим от джентл артс 7092 вот эта зеленая ниточка посмотрите какие нежные деликатные у нее переходы здесь если приглядеться где-то три оттенка зеленых мне кажется и который вот очень плавно друг друга переходят очень классный оттенок мне он нравится и вроде бы на этой основе тоже смотрится неплохо следующая ниточка это непосредственно от винограда давайте посмотрим на нее 7021 и посмотрите вот на саму ниточку у нее не скажу что очень яркие переходы но вот видите от фиолетового до какого-то светло-светло-василькового цвета переходы и это очень красиво это очень красиво и наверное вот такой в dmc если конверт и конверсию бы нам сделал производитель наверное не совсем было бы удачно дальше дальше трех нити по ключу не было и я взяла уже от себя я искала светлую ниточку и мне показалось что вот эта нить от викс дайвокс будет неплохо 1092 она по оттенкам принципе хорошо камера переда передают как будто белую нитку окунули немножко в какой-то чайный раствор до в чай окунули вот есть у нее вот эти нежные нежные переходы посмотрим как будет раскрываться на основе может быть совсем не будет видно этих переходов я не исключаю но здесь в принципе и в самом сэмплере если смотреть цветочки белые они практически не видны они ведь только таким полу намеком да в принципе если даже что-то сольется это будет неплохо как и задумал автор дальше две ниточки это были светло-коричневые два оттенка один потемнее другой посветлее коричневые нитки которые используются непосредственно вот в этом цветочки это же в бордюре вот здесь вот в виде как бутончиков наверное цветочков не знаю их наличие не было и мне моя рукодельная подруга помогла конверсию в других ниточках ручного окрашивания сделать и на ее взгляд вот она мне порекомендовала взять пекан и виски от викс дайвокс поэтому я их когда увидела что на один-два-три они тоже есть сразу же заказала но видите я не поняла что викс дайвокс может быть еще каким-то другим что я я думаю что все нитки вот такие вот хлопковые поэтому прям очень же обрадовалась что у меня все и все будет все придет в одну посылку но посмотрите как я ошиблась это нитки похожи на перли они толстые они крученые и я вот так вот просто жестко ошиблась и не знаю теперь что с этими нитками делать куда их применить ну конечно сэмплеры я вышиваю это сэмплеры это моя любовь но именно вот по толщине нитей куда я их буду использовать я не знаю не знаю конечно жаль потраченных денег но теперь буду внимательнее буду ну что давайте посмотрим что у меня получается вот на второй основе которую я взяла превью положу чтобы сравнивать а превью положила основу стала вообще очень желтый давайте посмотрим что же у меня получается первые крестики начала я с верхнего получается левого угла делать эту лозу где вышиваю и не могу понять что не так но что-то явно не так потому что основа слишком темновато именно вот этой прозрачности хотелось бы светлая снова хочется светлой в итоге я решила отрезать третий кусочек да вот такая вот была эпопея несколько дней она длилась но наконец-то я вроде успокоилась давайте я вам покажу что же я на вышивала на третьем кусочке третий кусочек я в принципе красила те же самыми красителями но очень-очень брала их мало поэтому у меня только слегка такие намеки желтого слегка слегка и мне это очень нравится но камера сейчас вообще не хочет передавать как будто я взяла какую-то бежевую основу вообще ни о чем самом деле может быть так сразу желтая да вот положила белый лист и насто раза стала желтый но не знаю как показывать очень сложно сейчас за за окном идет просто снег у нас и все затянуло тучами но давайте посмотрим какая у меня была эпопея и здесь я уже начала делать крестики делать вышивать эту лозу и посмотрите как мне все все нравится вот именно этого я и хотелось хорошо раскрылся зеленый цвет нитки очень хорошо мне нравятся эти деликатные переходы которые я здесь вижу они есть и мне нравится переход ниточки вот этой вот фиолетовой на самих виноградинках мне это очень нравится они настолько деликатные такие изысканные утонченные ну просто нет слов как как я рада и если честно даже вот не хотела идти снимать думаю до вышиваю тут уже как раз угол будет следующий вот этот нижний угол практически я уже к нему подошла еще один листочек гроздь и я уже пойду наверх но почему я хочу вам показать сейчас на данном этапе это центр потому что я заказала всего лишь две такие зеленые нити подумала что мне хватит потому что бордюр он небольшой сам сэмплер тоже небольшой что здесь по размерам то у нас сто шестьдесят два на сто пятьдесят два крестик он малюсенький но когда я начала его вышивать поняла что мне нитки точно не хватит нет на сам бордюр мне бы хватило я так думаю но я не учла что здесь самой вазе много зелени много вот этих листочков где видны эти переходики мне именно хочется их сохранить поэтому не знаю как я буду выкручиваться из этой ситуации вот за место вот этих нитей да мне еще обиднее то стало что я заказала вот эти ненужные нити по типу перле лучше бы заказала зеленых побольше вообще вот такая вот эпопея с нитками по ключу вот этой нитки фиолетовый идет один моточек ну в принципе наверное он у меня так уйдет один наверное мне хватит я принципе за него не переживаю вот как буду зелеными выкручиваться у меня пока такой план я сейчас закрою вот этот уголочек нижней пойду наверх здесь уже пойму где у меня находится сама корзинка и и размечу и дальше пойду вышивать вот эту зелень вот эту зелень всю вышью и остатками ниток уже будут закрывать именно сами листочки ну такие крупные элементы все что касается самих вот этих самой лозы буду наверное что-то подбирать подобное потому что ну заказывать еще на 1 2 3 стич ну а вдруг опять так же будет идти два месяца как мне эти нитки шли поэтому не знаю не хотелось бы не хотелось бы так что еще хочу сказать по этому сэмплеру какие особенности здесь конечно очень интересное описание вышивки я так посмеялась тут и переводила здесь интересное описание как вышивать сами виноградинки но я не я так и не поняла по описанию я уже разбиралась самой схеме потому что видите обратите внимание на виноградинки они как будто вытянутые сами ягодки видите в грозе вот она ягодка она вытянутая вниз я сначала подумала ну смотрю там на крестики наверное вышивается все ну с помощью крестиков достигнут такой эффект да но на самом деле нет если сейчас вот открыть схему сейчас я немножко поширшу чтобы уже свою мысль завершить вот видите схемку если я быстро покажу видите сами виноградинки вот верхние две два крестика и нижние два крестика насколько как они расположены относительно серединки виноградинки они в отступе на одном переплетении и вот тем самым достигается как раз эффект что сами виноградинки они вытянуты и я их так вышиваю если это грость смотрит вниз я вышиваю ну как обычно сверху вниз а вот это нижняя гроздь она смотрит слева направо я так и делала и то есть я разворачивала пяльца и вышивала вот таким вот образом то есть нижний бордюр я вышиваю как обычно слева направо а сам из-за самой грозди я вот так вот вышивку развернула чтобы именно у меня сами виноградинки все смотрели в одну сторону надеюсь я вам понятно объяснила вот жалко что не передает цвет основы ну я еще уже буду продолжать этот центр может быть попадется более удачный денечек по освещению да и передаст все-таки цвет дальше по технике меня конечно ждет не менее интересная корзина вышивается какими-то интересными стежками то есть не предстоит их еще изучить вот посмотрите вот такими стежками вышивается сама донышки донышко корзинки очень интересная даже не подозреваешь что здесь есть какие-то такие изюминки которые добавляют это с этому сэмплеру определенный шарм здорово здоровски-здоровски но конечно он у меня сейчас идет бодренько посмотрим как будет вас и и у меня конечно много-много аппетитных вот слов букв самой фразы посмотрим как у меня все пойдет вроде бы все рассказала по этому сэмплеру сейчас я хочу вам показать что же я шила для себя наконец-то у меня дошли руки во-первых хочу показать вам небольшую эко сумочку она совсем малюсенько у меня и ткани было немного это война оставалась уже нравится мне этот принт и она получилась видите 32 на смотрим на 28 или 29 то есть она прям совсем небольшая но я такую и хотела мне нужна была сумка не ходить за продуктами а потому что сумочка у меня в основном маленькая своя дамская а вот положить например контейнер с едой или книжку или еще что-то нужное на работу мне нужно было таковы совсем небольшая сумочка здесь на ней ничего нет особенного она просто вот шито как эко сумка вот с одинаковой ткани и на лице и на заднике но здесь принципе нет разницы как ее носить и внутрь я поставила вот такую вот подкладку мне понравилась эта ткань я думаю она будет хорошо и для себя поняла что нравится мне сумки именно на подкладе вот в дальнейшем я планирую именно так и шить еще для стабильности и и укрепила потому что ли он после стирки во первых он очень сильно сел при стирке хорошо что я их перестирала эти льны принтованные и во вторых он стал очень-очень мягкий поэтому я решила ее укрепить и чтобы она внешний вид свой не терял она не было мешком когда она например вообще полупустая я не люблю когда мешковатые немножко сумки хоть они хотят и века сумки она должна быть аккуратная на мой взгляд вот и вторую принадлежность который давно мечтала это небольшая текстильная сумочка ну можно сказать как косметичка она сшита для того чтобы носить с собой еду на работу контейнер с едой положить чтобы было все удобно давно мечтала такой сумочке потому что постоянно пользуюсь пакетами пластиковым это неудобно как бы во второй раз или в третий пакет не используешь выбрасываешь берешь новые это не экологично поэтому решила вот шить такую сумку просто долго думала над моделью какой же я хочу ее видеть вот такая вот она получилась с объемным донышком сочетание ткани посмотрите вроде все хорошо на кнопочки здесь вот выполнилась стежку посмотрите вроде бы все аккуратненько получилось а клапан решила сделать вот из такой вот ткани немножко такой цвет очень интересный какой-то лазурный голубой немного очень красиво вроде бы все сошлось мне понравилось и она объемная за счет того что здесь вот этот клапан я открою вот этот клапан он видите с небольшим объемчик я и я придала ему поэтому здесь можно любой контейнер положите маленький и большой и даже два при желании вот например если так примерится какой-то контейнер то есть сюда все вполне влезает потому что я беру на работу больше домашнюю еду люблю брать хотя у нас коллеги в принципе заказывают домашнюю еду тоже им привозят но я не доверяю в наверно поэтому люблю брать все с собой вот здесь уже все примерялась даже входит банка с супом да я иногда беру суп вот и ничего лучше как банки не оказалось я не знаю какой бы я контейнер не перепробовала мне всегда кажется что он может пропустить и у меня все испачка и еще я на изнанку на подкладку поставила вот такую полиэстеровую подкладку почему потому что опять же если что-то немножко разольется или крошки хлебные или что можно будет просто этот поклад подклад вытянуть вытянуть и стряхнуть или даже протереть мокрой тряпочкой губочкой все будет чисто ну чтобы не нужно было всю сумку целиком стирать то есть если какие-то незначительные загрязнения а так конечно потом планирую стирать стиральной машине ну вот такая вот сумочка получилась и добавила тоже вот ручку мне мне очень понравилась форма она сейчас совсем я не буду оригинальность расскажу совсем нет времени на рукоделие на съемку видео тем более потому что если выдается что-то сделать я конечно же тороплюсь ну хотя бы немножко повышевать или пошить вот снимать совсем нет времени и я сшила это наверное уже неделю-две назад и никак не могу пользоваться потому что все висит как бы нужно сначала отснять и потом пользоваться потому что мало ли что-то из пачкой чтобы не перестирывать ничего вот наконец-то я сшила для себя два таких текстильных изделия которые очень-очень мне облегчить жизни не нужно будет опять же пользоваться пластиковыми пакетами сумками а вот я за многоразовую вот такую вот упаковку обертку и так далее многоразовые сумочки поэтому пишите как вам вроде бы мне сначала сочетание цветов показалось немножко как будто из разных опер а когда все сшила вроде классно получилось как бы вот этот клапан голубой перемежается с небольшими голубоватыми отливами на этой ткани где-то голубые цветочки здесь встречаются где-то веточки мне очень нравится эта ткань классная здесь кстати целая история была с наполнителем я поставила наполнитель и простегала а наполнитель был клеевой сам изначально у меня было два разных наполнительно один был японский дорогой помню покупала для японского петчворка а второй у меня был намного намного дешевле тоже клеевой взяла на пробу они конечно по ощущениям вообще очень разные но я просто забыла кто из них кто и когда поставила вот сюда уже все простегала поняла что я использовала дорогой наполнитель японские вот сюда просто вообще так расстроилась думаю ну ладно а я еще когда приклеила немножко когда наполнитель беру подешевле он немножко делает вещи такой жестковатый особенно первое время вот а когда я поставила этот наполнитель думаю какая сумочка мягкая надо использовать этот наполнитель не нужно ему лежать а потом то до меня дошло что я дорогущий наполнитель сюда поставила в общем ну ладно в принципе это хорошо и что лежать уже тоже давненько все лежит даже подзабыла кто и где вот поэтому если вам понравилось такое понравился такой комплект или вы хотите что-то для себя такое приобрести то пожалуйста вся информация будет под видео я с удовольствием повторю для вас какое-то изделие тоже если кто уходит в офис и берет например еду с собой ну правда я не доверяю общепитом крайне редко туда хожу и поэтому такая сумочка мне прямо в помощь с этими изделиями наверное все поехали дальше а в заключение этого видео хочу вам показать насколько же я продвинулась в этом сэмплере я почти закончила замыкать весь бордюр но как видите я сейчас выполняю его только зеленой ниточкой вот этой вот 7092 от джентль арт и мне ее конечно же не хватило как я и предполагала вот что у меня осталось надеюсь мне хватит до вышивать два листочка виноградных и принципе все нитка закончила еще немножко повышевал оригинальной ниткой вот здесь букете зелень но такие большие участки стала старалась закрыть остальное буду уже вышивать подбором по карте цветов я подобрала примерно нитки из dmc по переходу ниточки вот хорошо мне кажется подошла 935 номер потом 936 номер и и еще 3052 но не знаю как будет это на самой ткани на самом линии смотреться на самом деле здесь есть такой светлый участок по карте цветов я его подобрала у меня получился 522 цвет но когда я пришла покупать эту нитку в магазин она была из голубых оттенков она такая голубоватая была я испугалась и подумала что я наверное неправильно посмотрела номер и не взяла ее а сейчас я понимаю что вот этот светлый оттенок нити он все таки немного другого оттенка и сюда не наверное не подойдет все таки надо было не бояться и брать 522 все таки есть здесь такие не слегка какие-то зелено-голубоватые оттенки прослеживаются в самой ниточки буду смотреть уже по факту в принципе буду стараться так вот вышивать чтобы какой-то переходик был но мне было заметно что это нитки уже пошли геймси а так что еще хочу вам сказать начала я вышивать уже сам букет мне очень нравится вот этот цвет и цветочек белая роза очень нравится она мне по оттенкам как получается я не знаю видно ли вам сейчас но мне видны эти переходики эту нитку я использовала от викс дайвокс 1092 и она как будто белую ниточку окунули в чай да я это уже по моему говорила думала что эти переходы вообще не будут на ней видны видны никаким образом но когда начала вышивать они очень хорошо видны эти переходы мне очень очень нравится то есть как в оригинальном сэмплере как вот я вижу его на превью таким он у меня и получается поэтому вот я рискнула заказала чисто по картинке в магазине и в принципе меня все устраивает вот что еще хочу сказать про эту ниточку джентл арт она уже нарезана это очень удобно оказалось здесь наверное нарезка где-то сантиметров 90 и берешь нитку сразу начинаешь вышивать не то что вот викс дайвок нужно и распутать как бы отрезать ниточку то есть лишнее тело движения это конечно большой плюс и второй плюс вот эта нитка джентл арт она более шелковистая крестики какие-то ровненькие в руке и и приятно держать она больше напоминает как-то дни тачку dmc наверно а вот викс дайвокс она для меня сухая и крестики как-то нужно укладывать повнимательнее поаккуратнее и она прямо в руках суховато не знаю у кого тоже такие вот ощущения мне вот джентл арт конечно больше понравились по возможности я буду их покупать далее хочу сказать что я вышла уже в самом букете ки видите небольшой бутончик из бежевых ниток эти нитки у меня тоже dmc в замене идут 30 46 и 38 28 вот из них я делаю вот этот переход может быть он на камеру сейчас вам как-то ярче но в жизни мне этот переход очень нравится то есть как я вот встречаю переходы где-то грубее где-то слабее в ниточках ручного окрашивания так старалась и передать пока мне все нравится посмотрим как дальше будут вести как я буду самой корзинки этот переход делать потому что там такая шахматка небольшая есть вот что еще хотела вам сказать по цветочку по цветочку выше там переходы я вижу вы может быть на камеру даже их не видите я думала что и этих переходов незначительных видно не будет но когда начала вышивать на этом ли они незаметные но есть это очень деликатно красиво и напоминает именно вот смотрю на превью и там такой же букет как будто его слегка слегка только видно на льне и это очень так добавляет какого-то шарма вот что еще хотел сказать вроде бы все вот такие мои наблюдения я постараюсь как бы найти освещение нормальное чтобы передать красоту этих переходов красоту самовольно и у меня сейчас новый телефон я у меня были большие надежды на него что у меня лучшей стороны изменится качество фото и видео муж мне сделал подарок купил айфон но вы знаете мой предыдущий телефон фотографировал и снимал намного лучше сейчас я просто мучаюсь бегаю по квартире в поисках освещения он мне дает какую-то на фото дымку какой-то иногда розовый подтон даже я сама не пойму я слышала что есть проблемы у айфонов с качеством фото но не думала что настолько как бы для меня такой небольшой шок у кого также вот кто ощутила и такие изменения на себе не ожидала не ожидала если честно поэтому не знаю даже как вот мне это передать красоту этого сэмплера ну буду стараться буду стараться на этом пожалуй все спасибо вам за внимание может быть видео получилось немного сумбурным но лучше так чем не как все до скорых встреч всем спасибо пока пока а